Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер! Всё, я вижу вас! Отлично! Привет-привет! Привет, драгоценные мои! Привет, мои дорогие! О, слава Господу! Слава Господу! Снова наша встреча! Я так рада вас видеть, дорогие мои! Класс, класс, класс! Привет-привет, драгоценные! Ха-ха! Напишите, пожалуйста, как меня слышно! Танечка Шевчук, привет, дорогая! Привет! Пастырь Людмила Ророк, привет, любимая! Оксаночка! Аня, вижу вас! Вижу, драгоценные! Здравствуйте! Наталья, привет! Оксана, привет! Напишите, пожалуйста, как меня слышно, хорошо ли слышно! Слава Иисусу, что мы с вами снова вместе! Видео не зависает, всё ли хорошо! Наденька, я тоже драгоценная, очень рада видеть! Отлично! Супер! Меня слышно, всё хорошо у нас! Великолепно! Дорогие, нас очень быстро собралось, я смотрю, уже хорошая группа людей! Сейчас нас уже 32 человека, и люди продолжают подключаться! Так что собираемся, собираемся! Бог любит нас, 100% любит! Очень! Настолько, что отдал своего Сына за нас! Из своей любви! Знаете, мы что-то Богу можем отдать только из любви! Из долга, из чувства долгого мы можем представить, что мы можем даже песни петь! Потому что так принято! Но только из любви мы можем отдать Богу на самом деле что-то, что нам очень дорого! Ради того, исполнить Его волю! Поэтому пусть Его любовь царствует и в наших сердцах, и в наших жизнях драгоценные! Отлично! Спасибо за ваши комментарии! Напишите также, пожалуйста, Кто из вас был на прошлых эфирах, которые я проводила предыдущие три дня? Мы с вами встречаемся сегодня четвертый день подряд! И я сейчас хочу увидеть, кто из вас, дорогие мои, был в предыдущие три дня, либо вы слушали записи предыдущих трех эфиров! Вот для меня прям это очень важно, потому что эти четыре дня, они как одно целое! И Господь побудил меня сделать в этот раз именно так, потому что сейчас Бог делает очень важные вещи! И действует Господь быстро! И поэтому Господь побудил меня выходить три дня подряд! Но сегодня я почувствовала, когда встала утром, я почувствовала побуждение от Господа выйти сегодня еще четвертый раз! Это, знаете, было такое ощущение, что я что-то не доделала, что не хватает четвертого пазла, и нам сегодня это нужно восполнить! Так, так, я вижу... Аня Бергерн была, Ира Яворская была, Юрий Шишлевский был, Наталья Федорова, Танечка Шевчук слушала все записи, Галя Бергерн была, здорово! Оксана была, Хрыстя Лисичонок была, Оксана Микуляк была, Елена Арсеньева была и слушала, Евгения Бондаренко слушала, Надежда Фанга была и все слушала, умница! Наталья Вниченко слушала все записи, Наталья Иванова слушала две из трех, Ирина Кичнер, Я слушала, спасибо! Здорово! Класс! Еще вы продолжаете писать, Альбина была, Галя была, Здорово! Очень хорошо! И если вы не были, и для вас будет важно получить целое послание, то просто знайте, что у нас были предыдущие три дня ежедневного эфира, и сегодняшний четвертый эфир, он будет заключительным вот этого такого цикла, который Дух Святой побудил меня делать в этот раз. Я обычно выхожу реже. Но сейчас такой важный период. И вы знаете, с чего я начала эти эфиры, пятничный эфир. Я рассказывала о том, как Господь показал мне, что сейчас время, когда Он избавляет своих дочерей, и это точно так же касается и церквей, избавляет из темниц, избавляет из скрытых мест, из тех ограничений, в которых мы находились, избавляет из оков, из всех тех ограничений, которые не давали двигаться вперед. И Господь показал мне, что женщины и церкви сегодня находятся во многом в оцепенении страха. Враг столько высвободил страха, атак и смятения, что это тот страх, который парализует. И вот Господь побудил меня, поэтому эти два дня выйти в эфир чаще, для того, чтобы сделать в основном две вещи. И сегодня, наверное, я в чем-то подведу итоги и постараюсь сфокусировать наше внимание на самых главных вещах, которые Господь сегодня дает нам, как инструкцию для того, чтобы войти в Его стратегии, с помощью Его стратегии выйти в этот новый жизненный сезон с Его победой и в Его победе. Сегодня Сам Господь Савао, Господь ангельских воинств сражается за вас, драгоценные. Сегодня важно быть близко с Богом и зафиксировать свой взгляд на Нем Самом, потому что Сам Иисус и есть путь жизни. И тот путь из жизни, в которой каждый из нас нуждается, именно Он Сам. И, знаете, враг высвободил эти атаки и много страха в это время на избранных сыновей, дочерей, которые избраны для этого времени, для того, чтобы войти в свою судьбу, в этом новом Божьем движении, которое происходит сейчас, начинается сейчас. И Бог мобилизует свою армию по всему лицу земли, потому что время пророчеством о пробуждении, пророчеством о жатве, время о последнем сражении, о котором пророчествовал Боб Джоунс, Рик Джойнер во всех своих пророческих книгах, всем этим пророчествам пришло время и исполнится. Все эти пророчества о последних днях исполняются сейчас. Мы с вами, драгоценные, живем в эти дни, в которых мы увидим это. И мы не только это увидим, мы с вами будем участниками этого. И многие сегодня входят в это уже сейчас. И поэтому дьявол делал все для того, чтобы запугать Божий народ, для того, чтобы запугать смятением, опасениями, что вокруг одна безнадежность, одни угрозы, один страх, одни болезни, одно отчаяние. Настолько, чтобы люди были в оцепенении этого страха и не смогли двинуться с места, и не смогли войти в то, что Бог уже приготовил, и в те двери, которые Бог уже открыл. И Господь на самом деле это сделал. И двери Царства уже открыты. И сейчас те дни, когда открываются, поднимаются врата праведности. И люди, подготовленные для этого времени, уже вошедшие в свою судьбу, готовят этот путь к Господу. И пророческие голоса звучат все сильнее и громче по всему лицу земли. «Приготовьте путь к Господу!» Обратите свои сердца к Господу. Пришло время избавления. Пришло время посвятить себя полностью Иисусу Христу. Пришло время подчинить себя полностью Его воле. Не время ходить кругами. Не время сидеть в засаде. Не время играть в религию, играть в христианство. Не время смотреть на проблемы и жить какими-то земными повседневными вещами. Не время искать своего. Не время искать реализации своих амбиций и своего человеческого успеха. Не время играть в христианскую карьеру. Время отдать себя полностью Божьей воле. Как семя положить себя в Его руки. Полностью отдать свою волю, свои амбиции, свои планы на жизнь в Его руки, подчинясь Его воле для нас. И исполнить то служение, то призвание, ради которого мы были рождены на эту землю. Именно в это время. Вы были рождены. Ни один из вас не был рожден просто так. Может быть, кто-то из вас смотрит сейчас этот эфир, и вы вообще не знаете Господа. И вы вообще не знаете, для чего вы рождены. Сегодня вы не просто так на этом эфире. Вы не просто так слышите это слово. Сам Бог сегодня в ваши уши, вашим ушам дал слышать это слово. Вашим глазам дал видеть это видео в Фейсбуке, или где вы его смотрите сейчас. Даже если вы смотрите его через неделю и через месяц, после того, как этот эфир был, и смотрите это в записи, я вам говорю, Бог вам дал это видео не просто так. Сам Дух Святой сегодня стучится в ваше сердце и говорит, «Отдай свою жизнь Иисусу Христу». Он твое спасение, Он твоя жизнь, Он твое прибежище, Он та любовь, которую ты ищешь, Он то принятие, которое ты ищешь, Он то счастье, которого ты ищешь и никак не мог найти. Он все то, в чем ты так нуждаешься сегодня, и поэтому отдаешь себя людям, еще кому-то, идолам каким-то своим, своим слабостям. Перестань смотреть на все это. Сегодня твое время встречи с тем, кто отдал за тебя жизнь, который искупил тебя от греха, искупил тебя от ада, искупил тебя от смерти, уже заплатил всю цену, все, что тебе нужно, просто сегодня поверить Иисусу Христу. Знаешь, есть много разных религий, есть много разных богов, которых называют богами, но не Будда, ни один из этих таких богов, которых называют богами, ни один из них не отдал за тебя жизнь, ни один из них не взял посрамления и грехи на себя, для того, чтобы избавить тебя, просто так, бесплатно, из любви, из безграничной любви. И ни один из них не воскрес и не жив сегодня, ни один из них, но Иисус Христос, вчера, сегодня, во веки тот же, и Он сегодня имеет избавление для тебя. Открой свое сердце сегодня для Него, дорогой, дорогая, и скажи, Иисус, я хочу отдать тебе свою жизнь. Пусть всякая тьма потеряет власть над моей жизнью. Я отворачиваюсь от этого греха, я отворачиваюсь от всего того, чем я жила до этого. Я не хочу, чтобы дьявол управлял мою жизнью, я не хочу идти в ад, я хочу жить сегодня уже с тобой, уже сегодня здесь, на земле. Я хочу переживать Твою любовь и Твои небеса. Я хочу служить Тебе, я хочу отдать Тебе свое сердце. Будь исцелен, будь восстановлен, будь освежен в Господе. Я молюсь, чтобы Божья любовь прямо сейчас излилась в Твое сердце, свежим потоком из небес. Дух Святой прикасается Тебя прямо сейчас. О, поверь Богу, поверь Богу, ты никогда не пожалеешь об этом. Никогда, никогда не пожалеешь. Я Тебе гарантирую, никогда не пожалеешь. О, слава Тебе, Иисус! Дух Святой Павел, делать это, о чем я говорила до этого, я не помню. Слава Тебе, Господь! О, Господи! Бог сегодня двигается так быстро. Мы сегодня, драгоценные, увидим, знаете что? Вот прямо сейчас кто-то отдает свою жизнь Господу. Я знаю, если это Ты, верь Богу, верь Богу, Он сделает невозможное в Твоей жизни. В чем бы ты сегодня ни находился или не находилась, Бог силен совершить любое чудо, отдай Ему жизнь свою сегодня. Он тот, кто знает, что делать с твоей жизнью. Он совершит из нее прекрасный шедевр, если только ты позволишь. И знаете, что драгоценное мы будем видеть сегодня? Люди, которые минуту назад не знали Господу, через пять минут, они, возможно, будут более горячими служителями Иисуса Христа и свидетелями Иисуса Христа, чем те, кто по двадцать, по тридцать лет в церквях сидят на скамейках. Понимаете? Сегодня такое время, когда все будет происходить очень быстро. И сегодня Господь это делает быстро. И поэтому сегодня наши церкви будут меняться. Наши церкви будут переживать трансформации. И тогда наши церкви начнут, знаете, гореть для Господа так, как никогда еще до этого в истории. И церковь сегодня, ты и я, и все те, кто знает Иисуса Христа, мы сегодня все больше будем объединяться и становиться той прекрасной, совершенно невестой, встающей из среды огня. Как Бог на днях мне дал стихи написать. Это последнее стихотворение на моей странице. И там такие слова есть. Невеста, встающая из среды огня. Я просто сегодня вижу эту картину. Этот огонь Божий изливается сегодня, изливается на землю. И этот огонь трансформирует наши жизни. Этот огонь трансформирует церкви. Этот огонь трансформирует наши сердца. И из этого огня поднимется та священная невеста, которая избрала Господа превыше всего в своей жизни, и которую избрал Господь. Это те слова любви, которые звучат из сердца. Ты избрал меня, и я избрала тебя. И ты избрал меня, и я избрала тебя. И мы увидим сегодня сумасшедшее, совершенно превосходящее всякое разумение, невероятное Божье движение, когда дети будут приходить к Господу и творить великие чудеса во имя Господа, когда женщины, которые никогда не знали о себе цены, которые были всю жизнь обмануты и думали, что они ни на что не способны, когда женщины будут становиться одними из самых сильных воинов в армии Божьей и в авангарде Господней вести воинство Божье и завоевывать территорию для Царства и возвращать эту землю Иисусу Христу, потому что именно Он есть Царь Царей и Он один Владыка. И я сейчас говорю совсем не то, что я планировала и совсем не то, что я готовила, но Божий огонь прямо сейчас сходит на меня. И я говорю то, что просто льется из меня, течет из духа. И мне все равно, что передо мной лежит открытый конспект моих записей. Сегодня впервые за два месяца я решила сделать конспект. Я решила сделать конспект перед выходом в прямой эфир. И вот он лежит передо мной, мой конспект, я могу вам его показать. А Божий огонь течет и побуждает говорить мне совершенно другие вещи, потому что так будет двигаться Господь. Потому что что сегодня нам на самом деле нужно, это подчинить себя Святому Духу, который знает, как совершать чудеса, который знает, как разрушить ярмо в наших жизнях, который знает, как поднять наши церкви и сделать их сильными, который знает, как наше служение сделать эффективными, попадающими в десятку и приносящими реальность, живую реальность, чудодейственную реальность. И Иисуса Христа и Царства Божьего, реальность небес на эту землю, а не просто строить свои погоны, зарабатывать себе статусы и так далее. Бог сегодня сам на эту землю желает прийти через нас с вами, драгоценные. О Господи, слава Тебе! И поэтому скорее Он возьмет детей и будет их использовать для того, чтобы они руки на больнице возлагали и все больные в больницах исцелялись, чем те из нас, кто считают себя суперправедными и поэтому судят других, что что-то ты неправильно делаешь, и тебя Бог не может использовать, потому что в твоей жизни то-то, то-то и то-то. Да все равно, что было в моей жизни вчера. Важно то, что сегодня я горю для Иисуса, и важно то, что сегодня мое сердце Иисусу не горит. Поэтому даже если ты вчера не знал Господа, но ты сегодня же слышишь эти слова, я тебе говорю, Бог тебе сегодня сохранил жизнь до сегодняшнего мгновения, вот ты сейчас меня слушаешь. Кто-то, я реально вам говорю, кто-то сейчас меня слушает, и кому-то я конкретно говорю, и вы знаете, кому я говорю, Бог сохранил вам жизнь до этого момента, и вы знаете, что Бог сохранил вам жизнь, потому что Он хочет взять твою жизнь для того, чтобы спасти многих других, для того, чтобы тех, кто сегодня погибает в темноте, погибает в зависимостях, погибает в рабствах, погибает в каких-то сексуальных наклонностях, чтобы ты пошел туда и принес Его любовь, и принес Его свободу и исцеление, ты нужен Богу сегодня. А кто-то смотрит меня, кто по 20 лет в церкви, и вы все думаете, когда я уже начну служить Богу так, как Он хочет, и когда я войду в свое призвание. Я вам говорю, время настало, время настало, сегодня доверьтесь Господу, у Него есть стратегии для этого, для того, чтобы вести вас в свою судьбу, мои дорогие. О, слава тебе, Господь! И поэтому враг так препятствовал, и поэтому враг столько, я не знаю, этого террора, страха, всяких событий, которые увлекают наше внимание, всякие давления, прессинги на здоровье, на финансы, семьи, отношения, все, что только можно было атаковать, все было атаковано. Многие из нас были в таких обстоятельствах, как идеальный шторм, такое было в моей жизни, в моей жизни все сферы просто трещали по швам, и я понимала, это Божий огонь горит в моей жизни. И все, что Ему мешало в моей жизни, все было убрано. И я сказала, вот я одна осталась, Господь, если ты можешь это использовать, возьми и используй меня, как ты желаешь. Я не хочу больше строить ничего своего. Я не хочу больше строить свой человеческий успех, даже если он христианский. Я не хочу строить свою карьеру. Я не хочу заниматься самореализацией в том смысле, чтобы достичь совершенной себя. Я хочу, чтобы ты взял меня и использовал так, как ты сам этого хочешь. В конце концов, дорогие мои, Бог дал нам жизнь. Он вправе распоряжаться, как Он желает. И на самом деле лучшей жизни нет, чем та, которая отдана Иисусу Христу. Поэтому кому-то сегодня надо просто сейчас сокрушиться перед Богом и сказать, Господь, возьми меня, я хочу быть семенем в твоей руке. Послушайте, я видела эти семена, я призывала помазания в их жизни. И я верю, что это то, что Бог делает через эти эфиры. Свежее помазание, свежий огонь приходят в ваши жизни, когда вы слышите это слово откровения, пророческое слово. Оно и предназначено для того, чтобы зажигать, поддерживать, снаряжать, вдохновлять, побудить, поверить Богу. Для этого и призваны эти пророческие послания. Поэтому скажите сегодня, Господь, возьми меня, я готова, готова выбрать тебя сегодня. Я готов выбрать тебя сегодня, вопреки всем своим амбициям, вопреки всем своим планам, вопреки всем своим ожиданиям, вопреки всем своим страхам. Я готов сегодня выбрать тебя и твою волю для моей жизни. Как ты хочешь, чтобы сегодня моя церковь развивалась? Как ты хочешь, чтобы моё служение сегодня развивалось? Как ты хочешь, чтобы я служил тебе? Как ты хочешь, чтобы моё творчество служило тебе? Может, вообще нужно сегодня, чтобы Бог хочет, чтобы вы вообще совершили большой поворот в своей жизни и начали заниматься совсем другими вещами? Если вы такой человек, вы чувствовали эти побуждения? Если ты побужден, вы не слушались, вы думали, что перед вами, что перед людьми, долг в служении, долг перед церковью, начните сегодня доверять Богу и начните делать, что вам, возможно, кажутся малозначительными. Но Бог знает, для чего Он побуждает вас это делать. Может быть, кому-то сегодня, может быть, вы пастор церкви, вы можете мне стихи писать, а вы ограничиваете себя и думаете, что это какая-то ерунда. А через ваши стихи сердце будет исцеляться, понимаете? Люди будут читать, возможно, ваши стихи, и Дух Святой будет приходить в их жизни, освобождать от зависимости. И Любовь Божья будет изливаться в их сердца. Почему мы думаем, что только вот определённым образом Бог может служить людям, только когда мы стоим в церкви за кафедрой? И я же не говорю, что не нужно выходить за кафедрой. Я говорю о том, что Бог может и не только так действовать, и не только так Он может использовать вас. Может, кого-то Бог сегодня побуждает картины писать или песни писать. Послушайте, о чём говорить, когда Бог мне в прошлом году побудил написать первую в жизни мою картину маслом, а потом я в жизни кисть не держала и масляные краски. Я думала, как это возможно? А потом оказалось, что это картина живой пророчества, иллюстрации того, что происходит в духовном мире. И это было сильнейшее подтверждение и ободрение для меня и многих людей. Но я могла не послушаться. А кто-то... А Господь, я рассказывала эти дни, почему я так делилась откровенно эти дни предыдущие. Я вчера после эфира сижу, думаю, Господи, я просто как будто свою душу вообще наизнанку вывернула и в эфире рассказала такие вещи, которые я ещё не рассказывала. И думаю, ну, нужно ли это кому-то? Понял ли кто-то? Кто-то ли услышал вообще что-то из этого? Для кого-то ли я рассказывала это, то, что я рассказывала предыдущие два дня? И знаете, я начала получать некоторые письма, и я поняла, что Бог знает, что Он делает. И то, что Он побудил меня делать, Он знает, как Он это будет использовать. И на самом деле, вау, ваше свидетельство подтверждает мне, что Господь делает то, что Он обещал через эти эфиры. Я делилась с вами историей, как Он поручил мне это делать. И это тоже был шаг веры. Это было доверие. Но послушайте, когда мне пишет один мужчина из Польши, он говорит, Бог ему дал такое бремя за Польшу, молиться, ходатайствовать за Польшу. У него было видение от Господа созидать в тюрьмах церкви, и чтобы насаждать прямо церкви в тюрьмах, и проповедовать в тюрьмах. А в Польше по законодательству это нельзя делать. И ему говорили его друзья, что это невозможно. Ну, где угодно, только не в Польше это невозможно. И вот этот человек идет в парк в определенный день, когда у него давление такое на него, прессинг такой, неверие просто, ну, страх, просто нет видения вообще, что делать дальше, как двигаться дальше. И вот он вышел из служения в церкви, он пошел в парк, сел на лавочку, включил свой телефон, открыл фейсбук, и открывает запись, наверное, моего эфира, там, где я говорила, и делилась пророческим словом, о том, что время остановки закончено, и о том, что сейчас время рождения того, что вы вынашивали, эти девять последних месяцев. И он слушает это слово, и Дух Святой сходит на него, и он получает ободрение, и в нем укрепляется вера, и он идет и начинает делать то, что Бог вкладывал в его сердце, то, что Бог побуждал его делать. И чудеса начали происходить, и он пишет мне свидетельство, что вот на моих руках уже бумаги, мы открываем международную евангельскую миссию свободы, и они насаждают в тюрьмах церкви, и они идут уже в детские дома, и в интернаты, и в разные другие сферы, и организовывают там целое движение вообще Божье в Польше, и к ним присоединяется команда огромная международная. Ну, короче говоря, понимаете? А можно подумать, Господи, ну какие эфиры, что-то такое малозначительное, ты мне стадионы обещал, или еще что-то обещал. Послушайте, у Бога есть свои стратегии, у Бога есть свои стратегии. И Он сейчас действует очень быстро. И в том переживании, в том сне, который я вам рассказывала, где я видела невест, которые были в этих тайных местах, в местах ограничений, в своих были темницах, в местах, где Бог тренировал нас. Это касается церкви, это касается женщин, это касается мужчин, в принципе. В принципе, всех людей, которые жаждут того, чтобы починить воли Божьей. И вы проходили боль в своей жизни, вы проходили обстоятельства, в которых вы были ограничены. Большинство из таких людей — это женщины. И сегодня Бог выводит вас. Время вашего избавления, вот вам слово сегодня, время вашего избавления сегодня настало. Бог действует очень быстро. И что я делаю в этом сне? Мы говорили уже об отцепенении страха, и что важно войти в Божий покой. И дыхание должно сегодня войти в вашу жизнь. И нужно позволить Богу исцелить вас, потому что Он избавляет вас, и Он готовит вас для вашего предназначения и призвания. И важно пребывать, научиться пребывать в Его покое, в Его сердце, в Его шаломе. Прямо посреди всех сражений, всех битв, всех штормов мы должны... мы должны уметь пребывать в Его покое. Мы должны уметь пребывать в Его покое в любых обстоятельствах, потому что только тогда... Халлелуйя! Потому что только тогда, когда мы будем уметь пребывать в покое Божьем, и в единстве с Ним, только тогда... только тогда... Господь... которые мы будем освобождать... которые мы будем освобождать... которые мы будем освобождать... только тогда Господь сможет поднять Свою армию, которая принесет Царство Божьем эту землю... в первую очередь в течение... Свою армию, которая принесет царство... Дорогие, приём, приём. Есть ли связь? Есть ли связь? Напишите, пожалуйста, есть ли связь? Сейчас, по-моему, уже возобновилось всё. Напишите, напишите, пожалуйста, комментарии, возобновилась ли связь? По-моему, должно быть уже всё хорошо. Халилюя, халилюя, халилюя. Халилюя, халилюя. Напишите, пожалуйста, возобновилась ли связь? Возобновилась ли связь? Приём, 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 приём. Вы меня слышите? Напишите, пожалуйста, есть ли связь? Я секунду, жду ваших комментариев, чтобы вы не понимали, что связь снова есть. Сейчас всё, по-моему, есть. Напишите мне, пожалуйста, слышите ли вы меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Я почувствовала, как Господь побуждает меня побудить вас зафиксировать свой взгляд на Господи сейчас. Что бы ни происходило вокруг, какие бы давления ни были, это времена, это обман дьявола, ничто не останется так же. Бог всё меняет очень быстро, всё способно меняться в одно мгновение, буквально в одно мгновение. Поэтому Господь сегодня обязан зафиксировать свой взгляд на Него, а не то, что делает, чтобы обмануть нас. Потому что Господь спорит из жилища Своего. Светлая церковь косы во время жатвенного зноя Исайя 18.4 Сегодня Господь желает принести нам освежение подкрепления и этот покой, которым Он сам является, этот покой принести в жизнь каждого из нас. И Господь побуждает с эфирами и этим словом за эти четыре дня снарядить вас верой, свежим огнём, откровением о том, что делает Бог. А Бог избавляет вас и двигается быстро. И вам нужно, нам нужно идти. И в этом сне, в котором Он выводил в место с места заключений своих ограничений, Я несла коробки, и Сын помогал мне, и некоторые помогали мне нести коробки с принадлежностями для обуви. Потому что Господь сегодня даёт стратегии для того, чтобы вам выйти из тех ограничений, в которых вы находились в эти годы. У Господа есть стратегии, и это то, что Он поводил меня делать подчеркновение пророческим словом, свидетельством того, как Бог дал мне стратегию действий и выхода из моих ограничений. Когда я вообще не знала, как я могу двигаться дальше. Когда мне казалось, что я делаю так мало из того, что я бы хотела делать, из того, что Господь мне поручил, потому что мои руки связаны разными вещами. И Господь дал мне стратегию, и сегодня происходят уже чудеса. И поэтому Господь показал мне в этом сне, что нам нужно подготовить обувь. Эти принадлежности для обуви. Обувь – это снаряжение для того, чтобы идти. Обувь – это знамение того, что нужно обуться и идти. Сезон пришёл двигаться. Сезон движения вперёд. Сезон движения в вашу судьбу. Сезон благовестия в той сфере, куда вы призваны. И через те вещи, и дары ваши, и таланты, и то видение, которое дал Бог лично вам. И Он будет открывать это и детализировать в это время. Вопрошайте Господа о Его стратегии для вас. Стратегии выхода из темницы и вхождения в ваше призвание. И так же, как Господь мне дал стратегию. И знаете, я сегодня вижу такие чудесные вещи. Одна сестричка драгоценная мне пишет. Она вообще, её жизнь и её история достойна вообще отдельного эфира и рассказа, и фильма вообще, и свидетельства. И многие женщины проходят такие вещи, что я говорю, с жизни каждой женщины фильм можно снимать. И моя жизнь тоже такая. И вот эта сестричка пишет. Представьте, вот что вообще происходит. Я благодаря вашим отзывам и свидетельствам понимаю вообще, что делает Господь. А Господь пообещал 10 тысяч таких, 10 тысяч правозвестниц, 10 тысяч людей Божьих, рождённых в Божью судьбу, 10 тысяч тех, кто будет нести свободу в жизни других, 10 тысяч жнецов. И вот эта драгоценная женщина пишет мне, что однажды в такой момент её жизни, после того, как она прошла тяжелейшее потрясение в её семье и в церкви. Это я сейчас не расскажу, это отдельная тема. Но в какой момент она столкнулась с эфиром? В момент, когда она не видела, она шла на ощупь, она не знала, как двигаться дальше. Она знала, в принципе, что есть на её жизни Божье избрание. Она служила в молитвенном служении, были свои потрясения. И она проходила кризисы везде, и в семье, и в служении, во всех сферах жизни, и в здоровье. И вот ей попадаются в руки записи эфиров. Она говорит, я их все скачиваю. Она всех их скачала, все переслушала. И она шокирована тем, что она слышит вещи, которые она открывала. Она получает направление от Господа, Слово от Господа, подкрепление, подтверждение. Целый поток просто откровения с небес от Господа. И она говорит, моя вера укрепляется. И вот ей снится сон. И она мне написала ещё тогда, это первое своё впечатление, что как Господь нашёл её через эти записи. И вот ей снится сон, что она сражается за своих дочерей. У неё четверо детей и двое дочерей младших, подростки, 14-15 лет. И ей снится сон, в котором ей Бог показывает, что какие вообще бесы, тёмные силы в жизни её дочерей препятствуют их вхождению в их судьбу. И она прямо в этом сне изгоняет их, проявляет власть Иисуса Христа и просто освобождает путь для Господа в жизни дочерей. И она просыпается и понимает, пишет, надо действовать, нужно что-то делать. И получает побуждение от Господа ехать в горы вместе с дочерьми и уединяться с Господом, ехать на молитву. И она молилась за своих дочерей, и чтобы они посвятили свои жизни Господу и снова горели для Господа. И на жизнь младшей дочери у неё было слово от Господа, что она будет петь, и будет петь песни с небес, и будет петь и служить в огне Святого Духа, и будет служить Господу необычно своим пением. И вот дочери слышали это, но этого не было ещё в жизни. И вот они собираются ехать в эти горы, в уединение своё. И за день до этого у этой сестры начинает болеть зуб, и ей нужно идти к стоматологу, и там делают операцию. И в общем она потратила деньги, которые нужны были на поездку. И куча препятствий. И она говорит, несмотря на это, мы всё равно принимаем решение ехать в горы, прямо после этого лечения. И говорит, и начинается ураган, начинается буря, но и это нас не останавливает. Мы едем в горы, и они едут в горы, и приезжают в горы, и она говорит, нас там встречает солнце, прекрасная погода, как будто сам Господь нас там ждал. И вот они в горах включают эфир, огонь Пятидесятницы. Вы помните, мы встречались на Троицу в день Пятидесятницы, я делала эфир, и он так и назывался, огонь Пятидесятницы. И они смотрят запись, я так понимаю, это, по-моему, был непрямой даже эфир, они смотрели. Ну, собственно, и не важно, прямой эфир или запись, не важно. Для Бога это не имеет никакого значения, для Него нет ни препятствий, ни во времени, ни в пространстве, ни в чём. И вот они смотрят этот эфир, огонь Пятидесятницы, и молятся в Божьем присутствии, слушают. И у младшей дочери, которой 14 лет, на жизнь которой Господь дал слово маме, о том, что она будет служить пением своим Господу. И она, ну, мама не видела этого в жизни, только молилась за дочерей. И вот слушают эти девочки эфир вместе с мамой, и у девочки младшей начинают гореть уши. И она, а помните, мы говорили о Божьем огне, я высвобождала Божий огонь, Господь крестил людей в этот день Божьим огнём, я верю. И мы молились об этом. И молились даже, помню, за города, за страны, за то, чтобы огонь Божий излился. И вот у этой девочки начинают гореть уши, в прямом смысле она начинает физически ощущать Божий огонь на себе. И она крестилась Святым Духом прямо во время этого эфира и начала не только говорить, а петь Богу на языках. Лидия говорит, что просто пение полилось из её уст, она начала петь, они начали ещё больше молиться и поклоняться Богу. И потом Божий огонь охватил всё её тело, она наполнилась просто Божьим огнём и начала молиться на языках. То есть девочка крестилась, вторую сестричку тоже наполнял Дух Святой, и огонь на неё сходил, и на маму. И представьте, Бог нашёл просто этих драгоценных женщин, и есть их уединение. Но эти женщины, несмотря на все преграды, они выбрали быть с Богом, они выбрали поехать в эти горы, уединиться с Господом, они выбрали быть с Господом посреди тех обстоятельств, которые были в их жизни. И я вам говорю, всякий, в ком есть жажда, получает. Каждый, кто жаждет, тот получит. О, я помню, именно эти слова я говорила в жизнь Ромы на том самом служении пробуждения. Здесь есть пастор Людмила Ророк? Я помню этого Рому с горящими глазами вот такими вот на служении. Я говорю, просто Дух Святой побуждал меня повторять одни и те же слова. Вот такая проповедь у меня была. Кто жаждет, тот получит. Кто жаждет, тот получит. И во время этих слов огонь Божий сошёл на того парня, и он упал, и его начало трясти. И с тех пор Божий огонь действует в его жизни. И люди, он пошёл на улицы проповедовать и молиться за людей. Это делает Божий огонь. И поэтому Божий огонь нужен сегодня каждому из нас. Господь показал мне. Дьявол высвобождает свои атаки, свои давления, бесы, там всякие эти вещи. Послушайте, но наши глаза должны быть зафиксированы на Господе прежде всего. Не на атаках, не на давлениях, не о том, что враг делает, а на Господе. И Бог сказал мне, конкретно показал, когда Божий огонь действует в нашей жизни, все змеи, все бесы просто разбираются в ужасе. У нас есть власть Иисуса Христа. У нас есть авторитет Царства Божьего. У нас есть сила Святого Духа. Примите огонь Божий прямо сейчас. Я чувствую сейчас побуждение от Господа. Молиться так. Кому-то это нужно, значит. Принимайте это прямо сейчас. Пусть свежий огонь Духа Божьего приходит в вашу жизнь прямо сейчас. Ваше сердце пусть начинает гореть для Господа. Может быть, вы остыли. Может быть, вам нужно духовное обновление. Принимайте это прямо сейчас. О, Слово Божье говорит, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самаре и до края земли. И я вам говорю сегодня, Дух Святой может зажечь вас так, что вам не нужно будет больше никакая мотивация, которую вы ищете, больше никакое вдохновение, которое вы ищете. Ваше вдохновение и мотивация – это Дух Святой, который не дает вам сидеть на месте. И тогда вы будете бежать и служить Господу. Вам никакая мотивация больше не нужна будет. Вам нужен Божий огонь. Кто-то из вас думает, что вам нужны изменения обстоятельств для того, чтобы Богу угодить и служить Богу. Вам не нужно, вам нужно не это. Вам нужен Божий огонь. Когда апостолов сажали за проповедь, после того, как на них сошел огонь Пятидесятницы, это вторая глава Деяний, и они пошли своей огненной проповедью, тысячи человек приходили к Господу, и их хотели закрыть темницей и арестовать, и посадить вообще, чтобы они рты свои закрыли. Никто не слышал живое Евангелие. Они не молились и не говорили, «Господь, пусть в нашей стране изменятся законы, пусть перестанут сажать в тюрьмы». Нет, они не так молились. Они говорили, «Бог наш, избавлявший нас до этого времени, Ты, давший нам этот огонь, сделав нас свидетелями, дай нам дерзновение, дай нам больше дерзновения, говорить слово Твое силой, огнем и дерзновением». Вот что нам сегодня нужно. Нам нужен огонь Духа Божьего, нам нужна Его сила, нам нужно дерзновение Господне сегодня. И тогда все геи, лесбиянки, которые сегодня страдают сами от этого, ищут этого счастья, принятия, любви, тогда они будут переживать пробуждение в своей жизни. И я вам говорю сегодня очень пророчески, я говорю из Духа Божьего, они будут одними из самых огненных Божьих служителей последнего времени. Феминистки, эти драгоценные женщины, они будут самыми горячими служителями последнего времени. Дети, которые сегодня живут в матах, в наркотиках, в алкоголе, дети, которые сегодня не знают Господа еще, уже завтра они будут горячими служителями Божьими. Я видела это уже, но то, что мы видели на единичных примерах, мы будем видеть в массовых движениях Божьих. Я видела, как ребенка десятилетнего Господь забирает на встречу с Иисусом сам, посреди служения, не возлагал на Него руки. Просто Бог сам отключает его, и прямо посреди служения, когда я четыре часа в микрофон молюсь, пою, говорю громко, в здании, где проходило служение, а этот ребенок находится на встрече с Иисусом в полном отключении вообще, десять лет. Бабушка сидит рядом с Ним и сама в шоке, потому что привезла, чтобы я молилась за Его исцеление, а он проспал все служение. Как можно спать, когда на ухо в микрофон громко проповедуют, и музыка громыхает? А этот ребенок потом рассказывал, что кто-то его погладил по голове, нежно, ласково, и забрал его просто в свою любовь и в свой покой, и он был сверхъестественно исцелен, без возложения моих рук, без молитвы за Его исцеление. И потом этот ребенок ходил по селу и рассказывал, что Господь на служении забрал его навстречу, что Господь усыпил его на служении и прикоснулся к нему. Этот ребенок, играя с детьми на детской площадке, рассказывал о том, как сам Господь на служении устроил ему встречу. Никто его не учил, ни в библейскую школу он не ходил, ни изучал теологические какие-то там стратегии и так далее. И никто не учил его, как служить Богу. Вот что значит быть свидетелем. Когда у тебя была встреча, ты можешь идти и быть свидетелем. А если этой встречи не было, ты можешь только рассказывать и цитировать что-то. Но в этом нет ни жизни, ни силы. И вот что нам сегодня нужно, так это настоящая встреча с Иисусом Христом живым, который вчера, сегодня, вовеки тот же. И я хочу служить Богу. Вот именно так. Когда не от меня это зависит, когда не своими силами я служу Богу, а когда Он приходит, я Ему двери только открываю, я приглашаю Его. И просто Он учит нас сегодня послушанию. Понимаете? Когда мы послушны Господу в маленьких вещах, Он сможет нам доверить больше, Он сможет вести нас дальше. И когда мы в маленьких вещах послушаемся Ему, сказал картину написать, написала, побудил стихотворение писать, написала, побудил кому-то идти за кого-то молиться, пошла, побудил куда-то ехать, поехала. Понимаете? Побудил эфир делать, делаю, побуждает еще во что-то Господь делать, делайте. И в этих послушаниях, шаг за шагом, Он добивается того, чтобы мы стали теми, кто на самом деле послушанным и будет до конца. И тогда Он будет творить свои величайшие чудеса. И тогда вы будете служить, как вы будете служить, я не знаю где, в интернете, на телевидении, на улицах, в здании церкви, на конференциях, я не знаю как, среди ученых, среди строителей, на стройплощадках, в бизнес-офисах, я просто сейчас что вижу, то и говорю. Где бы вы ни были, в больницах, где бы вы ни служили, но Господь сможет использовать вас, как Он сам желает. И я сейчас вижу врачей, которые молятся за людей, и люди исцеляются сверхъестественно. И я сейчас вижу, как к вам приходят безнадежные люди, которые все, что слышали до этого, это то, что их диагноз неизлечим, это то, что надежды нет, это то, что нужно просто считать, сколько месяцев осталось до конца жизни. Я вижу, как эти люди приходят к вам, Иисус Христос просто встречается с этими драгоценными людьми, приходит в их жизни и переворачивает все. И это будет Божьи служители, и это будет слава Божья через ваше служение, через ваше послушание. О, Господи, это будет везде, не важно, где вы сейчас, не важно, кто вы сейчас, просто поверьте Богу и просто начните совершать те маленькие святые побуждения, которым сегодня Господь вас побуждает. О, слава Тебе, Господь, что-то Он сделал сегодня, что-то Он сделал сегодня через этот эфир, я сама переживаю такое Божье помазание, такой Божий огонь, я сама назидаюсь. Слава Тебе, Господь, мы хотим видеть Твое живое Божье движение в нас и через нас, и через наши жизни. Двигайся, как ты желаешь, поднимай сегодня свою армию, мы принимаем в свои сердца всех тех, кто нуждается сегодня в надежде, кто нуждается сегодня в встрече с Тобой, и мы сами хотим знать Тебя больше. Сегодня пусть это будет вашей молитвой, я хочу Тебя больше в своей жизни, я сама желаю Твоего огня в своей жизни, я сама желаю этой встречи, новой встречи с Тобой, дорогой Иисус, дорогой Дух Святой. Просто поймите, кто-то из вас не знает Духа Святого как Личность, а именно Личность Святого Духа способна вам устроить такую встречу с Иисусом Христом и такое познание Бога Отца, которого вы никогда не имели в своей жизни. Именно Дух Святой зажгет вас таким огнем, которого никогда не было в вашей жизни. А огонь Божий сегодня высвобождается на землю, высвобождается и посреди всей этой темноты, штормов, кризисов, бед, терроров, смятений, потрясений, сомнений. Господь говорит, восстань, светись, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою во имя Иисуса. И к этой славе, и к этому свету придут цари, и к этому восходящему сиянию придут финансы, придут богатства. Все это придет к этой славе во имя Иисуса. Пусть эта слава сегодня проявляется в ваших жизнях во имя Иисуса Христа. Мы живем в то время, когда мы должны по-новому понять и увидеть, что означает Царство Твое да пребудет на земле, как и на небе. Что означает небеса на земле. Мы сегодня с вами будем видеть это больше и больше. И те, кто сегодня отвержен обществом, это люди, которые будут переживать сверхъестественные, быстрые преображения, трансформации в Божьем присутствии, быстрые трансформации и преображения жизни через встречу с живым Христом. И поэтому, что нам сегодня нужно? Это нужен Божий огонь, живое свидетельство Иисуса Христа не на наших устах, а в нас самих и через нас во имя Иисуса. Пусть среди вас, среди всех нас поднимается все больше людей, которые будут ходячими порталами славы Божьей, ходячими порталами атмосферы небес на этой земле, ходячими свидетелями Иисуса Христа. Ты придешь, и ты языка знать не будешь, но ты придешь и принесешь атмосферу Божью, и жизни будет меняться, и тебя будут спрашивать, а что это? Я хочу этого больше. Я верю в то, что именно так сегодня все больше и больше мы будем служить. Когда люди будут переживать сначала Иисуса, а потом спрашивать, так это и есть Иисус? Тогда я хочу этого больше. Дорогие мои, я вас люблю. Вот теперь мы сделали все. Вот теперь этот переходный, этот цикл эфиров, который был предназначен для того, чтобы обновить в огне, поддержать вере и поддержать откровениями веры, снарядить вас. Вот теперь я чувствую, что это оно, это сделано. Дорогие, я знаю, что в ближайшее время, уже в ближайшее время у нас будет много свидетельств Божьей славы в ваших жизнях. И нет большей радости, нет большей радости. Когда я рассказывала вам, как я положила на алтарь, да, так можно сказать, свое желание там участвовать в конкурсе дизайнеров, и когда Господь сказал мне, дорогая, ты этого хочешь больше, чем меня, я каялась перед Иисусом и говорил, Господь, прости меня, я хочу тебя, я выбираю тебя, мне нужен ты, мне тебя достаточно, я хочу служить тебе так, как ты хочешь, и хочу идти в твоё время, след за тобой, не своими силами строить какие-то служения или свершения для тебя своими силами, я хочу делать то, что ты мне поручаешь делать, то, что тебе нужно, чтобы я делала. И я согласилась просто с ним. И тогда, знаете, тогда чудеса произошли. Из Америки даже мне выслали деньги, чтобы я смогла заплатить за ту квартиру и рассчитаться с долгом. И вопрос был решён, и просто пришли Божьи ответы. И в скором времени, через полторы недели у меня была та стратегическая пророческая встреча, в которой была определённая передача в духовном мире. И именно после того я сделала тот судьбоносный первый ключевой эфир, в котором я говорила о том, почему дьявол так атакует женщин. И именно этот эфир достиг очень многих женщин. И через этот эфир Господь нашёл многих женщин для того, чтобы обновить, поддержать, вдохновить, сказать, дорогая, ты не забыта, я помню о тебе, и каждое моё обещание будет исполнено. И всё, что я тебе обещал в твоей жизни, всё будет исполнено. Ты не забыта, ты не брошена. Эти все вещи, кризисы, это все боли, которые были, не для того, чтобы ты погибла среди них, а потому, что я призываю тебя сейчас. Ты слишком дорога для меня, и ты слишком много на твоей жизни избрания, поэтому дьявол пытался тебя убить. И сегодня пришло время входить в свою судьбу и в своё призвание и прославить Творца теми потенциалом, теми дарами, теми способностями, теми талантами, которые Господь вложил в тебя ещё до зачатия во имя Иисуса. И я, знаете, одна драгоценная моя сестра, я не знаю, наверное, на сегодня в эфире, Аня Бергрен, она начала делать такую потрясающую работу. Она просто, просто поверила Богу, несмотря на опасения, сомнения, обстоятельства, она просто поверила Богу и начала потрясающий проект поддержки женщин на английском языке, поддержки тоже пророческого снаряжения сестёр, дочерей Божьих на английском языке. Я начала это сегодня тоже делать в интернете. И знаете, что таких будет много Божьих дочерей, призванных, избранных для этого времени, но вас Господь снаряжал в сокрытом месте, готовил вас, вы проходили, переживали Божий огонь, и сегодня Господь вас избавляет. И говорит, дорогая, обувай новую обувь для этого времени, время идти в свою судьбу. И, дорогие мои, мы увидим множество чудесных, прекрасных историй и свидетельств Божьей славы. И вы знаете, я смотрю на вас, и, Господи, я просто любуюсь каждой из вас, когда я знакомлюсь с вами ближе, когда я узнаю ваши истории, когда мы с вами выходим на связь и общаемся, я просто смотрю, какие вы прекрасны, как много у вас Божьей красоты, как много у вас Божьего сердца и любви, как много у вас того, что драгоценно для Господа, как Господь любит вас, и Он сегодня снаряжает вас, поддерживает вас, я умоляю вас, поверьте сегодня Богу, не отчаивайтесь, поверьте сегодня Богу, у Него есть все для того, чтобы взять у вас и совершить Божественный шедевр в вашей жизни и через вашу жизнь, принести Его славу, Его любовь, Его красоту на эту землю, вы драгоценные, то же самое мужчины, то же самое, дорогие, то же самое, поверьте Богу, поверьте Богу, Господь будет поднимать вас, чтобы вы брали ответственность, и явили пример мужества, истинной мужской позиции в это время. Мужчина – это тот, кто закладывает основания, мужчина – это тот, кто берет ответственность, тот, кто является начинателем, и поэтому очень много сегодня зависит от вас. Понимаете, сегодня телу Христа очень нужны женщины со своими пророческими голосами, с творчеством, которые покажут стратегию и направление, и сегодня телу Христа нужны мужчины, которые возобновят свои позиции ответственности, которые сняли с себя ответственность, но возобновят позиции ответственности, и вам нужен Божий огонь для этого, чтобы видеть, куда Бог вас воссылает, к чему вас призывает, чтобы служить в Его силе и Его огне. Дорогие мои, благословляю вас, мне не хочется с вами расставаться, но надо заканчивать эфир. Мы с вами встретимся на следующей, на этой неделе, в какой-то из дней еще я верю по Божьей благодати. Молитесь, пожалуйста, за меня, я благодарна вам за все молитвы. И я вас также благословляю, дорогие, сладких снов с Господом, у кого ночь, благодати Божьей во всем. Спасибо за ваши комментарии, сейчас буду читать. Благословляю вас, драгоценные, с Господом. Поделитесь этим видео, спасибо всем, кто поделится с Господом. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok